Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала про цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и сегодня мы будем украшать наши цветочные растения, которые растут в кружках дома, елками. Особенно это видео будет актуально для тех, у кого нет возможности поставить дома елку или те, для которых искусственные елки уже поднадоели. Как вы обратили внимание, у меня симполия или фиалка, которая украшена елкой и выполнена из традиционной цветной бумаги. Помимо этого я предлагаю выполнять елки из подручного материала, который вы можете найти у себя дома. В частности, хорошо годятся и достаточно декоративно смотрятся елки, выполненные из глянцевых журналов. Подойдут журналы любых тематик, важно, чтобы у них было достаточное содержание цветных иллюстраций. Что помимо всего нам понадобится? Нам понадобятся любые три предмета с различным диаметром. Больший, меньший и совсем небольшой. Также нам понадобятся ножницы, понадобится клей, понадобится какая-нибудь тряпка для впитывания лишнего клея, понадобится что-нибудь, что может писать или рисовать. В моем случае это ручка. Помимо этого нам понадобится какое-нибудь приспособление, в частности это может быть шпажка, это может быть палочка от суши, это может быть даже соломинка. Все, что вы найдете у себя дома для того, чтобы потом на это поместить елку и вторым основанием поместить ваше украшение в цветочный горшок. Давайте приступать. Первым этапом будет выбор тех рисунков из глянцевого журнала, которые для вас покажутся привлекательными и обрисовка кругов различного диаметра по два штуки. Два больших, два средних и два маленьких. После того, как вы обрисовали, их необходимо вырезать. После того, как мы их вырезали, их необходимо сложить ровно на половину и склеить между собой. Далее мы соединяем склеенные большие круги со склеенными средними кругами и со склеенными более мелкими кругами. И таким образом у нас уже появляется елка. Любую елку необходимо задекорировать. Я предлагаю это сделать бантиками и шарами. Для этого нам потребуются также любые картинки, которые вам понравятся в журнале. Для того, чтобы сделать бантики и шары, необходимо взять лист, сложить его на половину, прорисовать одну часть бантика, одну часть шара и все это также аккуратно вырезать. После того, как у вас будут готовы и бантики и шары, в любом порядке вы их приклейте, пожалуйста, на елку. Не забывайте про звезду, которая украсит макушку вашей новогодней красавицы. Надеюсь, эти елочки не покажутся сложными для изготовления, поднимут вам настроение, зададут новогодний и рождественский тон, украсит вашу квартиру, ваше цветочное растение, задекорируют любое пространство. Помимо всего прочего, их можно дополнительно снабжать веревочками и вешать на елку и на другие любые предметы. Всего вам доброго, с наступающим Новым Годом! Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!